Фильм поставлен по произведениям казахского писателя Биембета Майлина. Это очень хороший писатель, его проза очень лаконичная и кинематографичная. Когда я прочитал это произведение, подумал, что было бы хорошо снять фильм об установлении советской власти в 20-е годы 20-го века в Казахстане. Название фильма переводится как «развод», но этот перевод не совсем правильный, потому что обычно развод — это желание обеих сторон. А талак — мусульманское понятие, здесь для развода достаточно требования мужа, а что, думает женщина, никого не интересует. Поэтому я назвал фильм «Талак», потому что хотел показать, что это трагедия, и то, что происходило в ту эпоху, такой развал, раскол, все это происходило по воле одной стороны. Я закончил казахскую школу, говорю по-казахски, жил в казахском ауле, и можно сказать, что я пропитан казахской культурой. Это отличительная черта моих фильмов, они полностью о собственной культуре. Шанхайский фестиваль входит в десятку, может быть, даже в пятерку крупнейших фестивалей мира. Для нас большая честь быть представленными здесь. Сюда сложно попасть, потому что присылают много фильмов со всего мира. Это фестиваль класса А. Когда мы приехали в Шанхай, мы были поражены, насколько это хорошо организованный фестиваль. Здесь все разумно устроено. Отели, кинотеатры, конференции, съемки — все рядом. Организация мощная, открытие фестиваля красивое, все хорошо организовано. Я люблю китайское кино. Одна из моих любимых картин — «Прощаемая наложница» режиссера Джанны Моу, 1991 года. Когда я приехал сюда, побывал в местах, напоминающих декорации этого фильма. Для меня «Прощаемая наложница» — это пример хорошего исторического кино. Я с большим уважением отношусь к китайскому кино, особенно к историческим картинам. Побывав на фестивале, хотел бы познакомиться с китайскими режиссерами и их работами. Возможно, за рубежом, чтобы соприкоснуться с китайской культурой и кинематографом. Шанхайский фестиваль дает такую возможность. За него, конечно, он же... Он мой кумир. Он хороший режиссер. Он, знаете, снимал даже кассовые фильмы исторические. Герой называется, да, по-моему. И «Дом летающих кинжалов». В этом герое играет Джет Ли. Актер Джет Ли, по-моему. В этом фильме, как он показал культуру китайского народа. Все же думают, вот этот кунг-фу, как драка. Уличная драка. Он показал кунг-фу, как танец. Когда ты смотришь на это, ты получаешь удовольствие. Мы актеры, вольные люди. Мы нигде не числимся. Иногда хочется, вот, знаете, кто-то оценил твою, вот, эту работу, твой труд, хотя бы один миг. У нас больше... Нам больше ничего не надо, Артюра. Когда домой приедешь, у тебя стоит дома статуэтка кинофестиваля, и ты смотришь на него. И тебе в душе так приятно, что ты сделал в этой жизни. Человек рождается и живет, и уходит от этой жизни. Ну, рождается что-то сделать. Самое главное, я попал в этот фестиваль шанхайский кинофестиваль. Самое главное, я попал. Я очень рад. Мне хочется еще раз попасть в этот кинофестиваль в Данишем, в будущем. И желаю в этом фестивале дальше просветания. Ну, для Казахстана, скажем так, эта картина актуальна тем, что мы заново пересматриваем, исторически пересматриваем, как была устанавливала советская власть. Если говорить о глобальном контексте, да, вот сегодня, с чем эта картина актуальна, ну, наверное, все равно это вот о правах женщин. Потому что она, в принципе, все теряет. Она и замуж не вышла, и здоровье потеряла, и детей не смогла вырастить. То есть она слабая и беззащитная женщина осталась. Это, прежде всего, вот этот момент, права женщин. Я знаю, что картина была снята в прошлом году, и как-то вот пару фестивалей не взяли. Ну, не знаю почему. А я как киновед, я написала статью, значит, которая, ну, вот статью, она на русском, на казахском вышла, на английском вышла, и Данияр мне спросил, говорит, может быть, не получается с кинофестивалями? Я говорю, вы знаете, нет, фильм очень хороший, он стилистически хороший, он сильный, он исторически сильный. Подождите, вот сейчас мы ждем еще ответы от кинофестивалей. И когда пришло предложение от шанхайской кинофестивалей, он говорит, что мне делать, я хотела на европейский. Я говорю, нет, нет, отдавай на Шанхай, потому что Шанхай, он крупный фестиваль, он сейчас входит в фестиваль класса А, и тот резонанс, который будет, ну, то, что ты показал здесь, потом тебе поможет дальше, тебя возьмут уже, там, это будет премьера мировая, премьера в Азии, а потом европейскую премьеру ты еще сделаешь. И, в общем, как-то я посоветовала ему, потому что это вот, ну, в шанхайский фестиваль он сейчас входит в тройку самых крупных фестивалей Азии, поэтому резонанс очень хороший.